Здравствуйте! Вы смотрите «Наше утро» в этот понедельник. Сегодня здесь в студии Евгения Монакова. Руслан Гладышев, рада вас видеть. Мы действительно крайне рады вас видеть. Приветствуем вас от всей души. И будем заряжать на начало прекрасной, бодрой, такой рабочей недели. Вы же готовы, правда? Да. Заряжать, конечно же, положительными, веселыми, добрыми новостями. И какими мы заряжаем вас всегда. Вот одна из таких новостей в нашем с вами парке дружбы. Совсем скоро появится сад камней, а еще сухой ручей. Что это? В общем, сад камней, там будут камни. Ну, это я понимаю. А сухой ручей как? А сухой ручей это, собственно говоря, большой проект, который будут реализовывать в течение, по-моему, года, даже если я не ошибаюсь. Но начнут уже в этом. Не будем раскрывать всех тайны карт, потому что всегда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать даже от нас. Придем, когда будет готово, и полюбуемся. А прямо сейчас предлагаем вам посмотреть наш анонс и узнаете, что вас ждет дальше в программе «Наше утро». Садоводы-огородники, не пропустите сюжет про рассаду. Героиня поделилась информацией, как на подоконнике обустроить грядки. Сверим сегодня свои планы с нашим нумерологом. Послушаем полезный совет от астролога. Он даст рекомендации каждому знаку зодиака. Гости-полиграфист расскажет о современных тенденциях. Кто и что печатает, на каких машинах. Другая гость врач даст советы родителям, чьи дети страдают от аллергии. Украсим нашу программу историческими фактами, яркими публикациями из социальных сетей, в которых многие из нас уже просто живут. Да, но перед тем, как отправимся в наше с вами путешествие утреннее, в утро понедельника, предлагаю вам ознакомиться с новостями на Морской области, которые продолжат наш эфир. Доброе утро всем тем, кто к нам только что присоединился. Вы смотрите программу «Наше утро». И прямо сейчас мы начнем рассказывать вам про числа и про их значения. О, да. Сегодня 19 апреля. Именно поэтому мы с Женей, пользуясь случаем, поздравляем всех, у кого сегодня день рождения. Всего вам самого хорошего. Это правда. И можем кое-что рассказать о вас, между прочим, обо всех, кто родился 19 числа. Потому что, что касается нумерологии, то специалисты говорят о том, что люди, рожденные 19 числа, обладают конкретикой, определенностью, являются по своей натуре первооткрывателями. Они очень трудоспособны и способны покорять абсолютно любые недосягаемые вершины. Вот как здорово-то, повезло. Да, в общем, все, кто родился именно сегодня, знаете, вы впереди планеты всей. Ну, а тем, кто родился в любой другой день, мы вместе с нами предлагаем прямо сейчас посмотреть нашу рубрику «Нумерология» и узнать, чего нам с вами ждать от этого дня. Друзья, рада приветствовать вас на календаре понедельник, 19 апреля 2021 года. Цифры дня по нумерологии также 19. Цвет дня во всех красных, алых, малиновых, клубничных, гранатовых и рубиновых тонах. Число удачи единица. В нумерологии этот день называется «День строгого контроля». Поэтому действительно в основе этого дня очень важно выделить, как основные плюсы – это сила воли, уверенность в себе, умение доводить все до конца и внимание к деталям. При этом помните, что минусы дня несут категоричность, обиды и иногда гордыню. Постарайтесь сегодня ограничить пустое общение и старайтесь не давать те обещания, которые вы будете не в состоянии выполнить. В вопросах красоты и фитнеса полезен уход за телом и за руками. В отношении здоровья уязвима щитовидная железа и грудина. В такие дни хорошо женщинам сдать анализ молочной железы. Завершая прогноз темы бизнеса и инвестиций, отмечу, что покупки для дома, в частности для кухни, приветствуются. Всего вам самого наилучшего, перекидите себя, будьте здоровы и до завтра. Ну а сейчас мы начнем рассказывать вам о тех памятных событиях, которыми отметился этот день. А события у нас есть. Да, день подснежника сегодня. Мне Женя сейчас за эфиром рассказала суперважную и удивительную информацию. Я вам предлагаю тоже послушать Женю, потому что я удивился. Ну, на самом деле на территории Амурской области подснежников нет. У нас есть цветы, которые очень похожи, называются они прострелы, но это не подснежники. А вообще этот праздник имеет глубокие достаточно корни исторические. Он был учрежден в 1984 году в Англии. Вот в Англии подснежников хватает, и их там очень любят, по всей видимости. В общем, если хотите насобирать подснежников, не получится у вас это сделать в Амурской области. Либо вам придется долго идти до Англии, лететь, плыть. В общем, сегодня еще отмечается День полиграфии в России. Он отмечается именно 19 апреля. Отмечается с 1563 года, потому что именно 19 апреля в этот день первопечатник Иван Федоров начал работу над книгой. Мы, пользуясь случаем, с Женей поздравляем всех работников полиграфии. Чуть позже даже побеседуем с одним из людей, которые обладают этой собственной профессией и находятся в этой сфере. Но это будет немножко попозже. Это правда. Ну а прямо сейчас мы предлагаем вам узнать о тех важных событиях и интересных, которые происходили в истории Амурской области. Смотрим. В районах Преамурья объявили режим ЧС в связи с вспышкой ящера среди крупнорогатого скота. Очаг заболевания – ферма в селе Садовое. На въезде в населенный пункт дежурила милиция. На постах старались не допускать перевозку скота, кормов и продуктов питания. Более 60 авиадиспетчеров Благовещенска присоединились ко всероссийской акции протеста – частичной голодовки. Перед сменой и во время работы принимали пищу, поскольку объявлять полную голодовку запрещал закон. Протесты вызвали сокращение рабочего состава, отсутствие коллективного договора. Руководство обвиняли в непрофессионализме. Почти 300 жилых помещений закупили для амурчан, пострадавших от паводка в 2013 году. Более 500 свидетельств на приобретение квартир выдали подтопленцам. Работы по обследованию домов планировали завершить к 1 мая. Российские и китайские археологи впервые отправились в экспедицию в поисках захоронений советских солдат. Искали останки воинов, освобождавших Китай от японских захватчиков во время Второй мировой войны. С 19 апреля на территории Поднебесной в провинции Хайлунзян работали 17 человек из Амурской области. В Белогорской больнице стартовала серия мероприятий, посвященных неделе иммунизации. В костюмах мультяшных персонажей рассказывали родителям и детям о важности прививок. В привычной рабочей одежде устроили шествие с транспарантами и флагами по улицам города. Группу медиков из 20 человек сопровождали две машины скорой помощи. Помидоры, баклажаны, сладкий перец, все это уже сейчас появляется на подоконниках садоводов таких домашних. Если обратить внимание на окна, наверняка можно уже увидеть, да, как растут, растет, растут все эти саженцы, это рассада, для того, чтобы потом их пересадили где-нибудь на дачах и огородах. Вот одна из жительниц нашего с вами города, как раз-таки занимается этим, выращивает у себя дома на подоконниках те самые овощи. Ольга Сысой у нее побывала и расскажет вам, как обстоят дела у садоводов домашних. Ну вот здесь вот у меня в скором времени пойдут в теплицу помидоры. Сорт такой очень интересный, ослиные уши. Подоконники Нины Яковлевой заставлены бумажной и пластмассовой тарой с рассадой одного только томата. Рассказывает Благовещенко, она посеяла больше 30 сортов. Самой необычной, отмечает Амурчанка, именуется Блюз Фаренгейт. Его плоды имеют характерный темный, почти черный окрас. Кроме этого есть баклажаны, перец, лук, порей и всего. За посадочный сезон Нина планирует высадить больше полутысячи саженцев. Между тем, садоводством женщина занимается более 8 лет. Когда ты понимаешь, что это не только необходимость для того, чтобы делать заготовки, но это еще действительно очень интересно, когда ты видишь плоды своих трудов, когда вот эту вот интересную там морковь фиолетового цвета, либо белого цвета выдергиваешь из земли, либо снимаешь помидор. Чем больше количество урожая, соответственно, размеры вот этих плодов, ну и, соответственно, необычности. Чем необычнее, вот, скорее всего, у меня увлечение связано, чем необычнее, тем интереснее, тем замечательнее. Прежде чем высаживать рассаду, ее необходимо закаливать, уверен доцент кафедры садоводства Дальгау Александр Зарицкий. Делать это надо, когда на улице наступает плюсовая среднесуточная температура. Молодые побеги можно выставить на балкон. На подоконниках растения могут находиться вплоть до конца мая. Агротехнические сроки по посадке в Амурской области варьируются с 25 мая по 10 июня. Слишком ранний посев, допустим, в феврале, он часто приводит к перерастанию рассады. Если посеять поздно, ну, соответственно, и урожай получим позже. Поэтому лучше сеять ее в соответствующие агротехнические сроки, для того, чтобы она успела подрасти, чтобы в нормальном состоянии ее высадить. Кроме того, Александр Зарицкий отметил, что по многолетним наблюдениям, заморозки на почве могут быть вплоть до середины июня. Потому, когда именно высадить растения, каждый садовод решает сам. Ольга Сысой, Андрей Цветков. Амурское областное телевидение. Собственно, апрель продолжает свое шествие по нашим жизням и по нашему городу. Как вы понимаете, мы уже говорили не раз о том, что апрель месяц вообще уникальный. И дождь, и снег, и тепло, и жар. Я уже успел сменить все, по-моему, куртки, которые есть у меня. Мне кажется, вы все уже поняли, как Руслан любит апрель. Я тоже его люблю, я на всякий случай не выбираю никакой одежды, обувь. Потому что действительно неожиданности в этот месяц хватает. Поэтому, если вы решили сегодня выйти из дома, то обязательно посмотрите наш прогноз погоды. И тогда вам станет ясно, в чем выходить на улицу. Весна. Время, которое не любят аллергики. И по понятным причинам распускаются растения и начинаются проблемы. Вот об аллергии, а также об иммунитете сегодня поговорим с нашим гостем. Она уже у нас в студии. Валерия Зеленская, врач, аллерголог, иммунолог. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Валерия, подскажите, пожалуйста, мне кажется, вообще очень популярные врачи должны быть. Потому что у нас количество аллергиков становится все больше. У нас постоянно все озабочены о том, как бы поднять свой иммунитет. Вот прибавляется у вас количество пациентов? Ну, пациенты у нас всегда были. Наш хлеб – это вечный хлеб. Потому что вопросы, допустим, работы иммунной системы, также вопросы, допустим, проблемы, скажем так, аллергологии, они всегда были актуальны. Что 10 лет назад, что и сейчас. А сейчас еще у нас больше спрос в связи с тем, что условия жизни наши поменялись. Соответственно, как бы сейчас у нас количество больных, пациентов и обращающихся к этой проблеме гораздо увеличилось. То есть в разы больше. Есть еще сезонность, опять же, в вашей профессии, да? Вот сейчас, я так понимаю, ваш сезон наступает. Да, наше любимое время – это весна, соответственно, лето, ну и первая половина – осень. То есть в то время, когда начинают свистить травы, растения, когда у нас начинают пылить различные также злаковые растения. Это наш любимый сезон. И, соответственно, с этим у нас наплыв пациентов, конечно, увеличивается. Ты счастливчик, да? Давайте немножко… Я – нет. Я, на самом деле, попал вот в тот самый… А ты тоже попал в этот сезон. У меня аллергия на молочку и на сладкое. Это ужасно. Мне кажется, это подарок. Ну, нет, это было ужасно в детстве. Сейчас, да, я считаю, что это хорошо. Ну, тогда-то мои вопросы практически… Как вообще понять, что у тебя, правда, действительно аллергия, а не что-то на именно этот продукт? Ну, то есть вот я просто с течением времени понял, что именно вот молочное любое я не могу употреблять, у меня начинается сыпь, у меня начинается дышать тяжело. Ну, в общем, беда совсем. Ну, вообще, на самом деле, вы задали очень интересный вопрос, потому что вот этот вопрос как бы волнует очень многих, и родителей, и взрослых. И я постоянно, допустим, общаясь с пациентами, рассказываю им истоки вот этих всех проблем. Значит, сразу хочу сказать, что здесь нужно очень четко определиться, да, откуда это все пошло. Непереносимость молока, сладкого и так далее, я вас сейчас удивлю. Чаще всего, да, идет от проблем желудочно-кишечного тракта. Аллергия впоследствии, она уже может присоединиться, но первоначально истоки кроют совершенно другом. Если это маленький ребенок, то это нарушение функции поджелудочной железы, в частности, лактазная недостаточность, она бывает двух типов. Вот, если это взрослый человек, опять же, изначально ищем проблемы в работе желудочно-кишечного тракта. Вот, в частности, у детей впоследствии нелеченные проблемы или, допустим, некорректированные проблемы в работе желудочно-кишечного тракта приводят к аллергическим состояниям. У взрослых, ну, в принципе, так же. Хотя у них аллергия может развиться внезапно, но, опять же, прежде всего, обследуем желудочно-кишечный тракт. То есть все кроется там. Специалисты именно вашей профессии, они же именно этим и занимаются, да? То есть мы лечим именно истоки проблемы, не диагноз, как, опять же, большинство врачей, да? Ну, опять же, по своей направленности. Вы вот копаетесь, именно находите, в чем причина, в чем суть. Сложно ли докопаться до причин? Ну, докопаться несложно. И тут же я, опять же, вот хочу сказать, что мы, в отличие от специалистов других, да, профессий, от педиатров, от лоров и так далее, кому привыкли обращаться, мы ищем, то есть, истоки заболевания. Вот в вашем случае, я предполагаю, да, допустим, что изначально у вас все-таки была лактазная недостаточность, которая впоследствии привела к непереносимости молока. А сладкое – это, в принципе, вообще сильнейший аллерген, который даже у абсолютно здорового человека может вызвать какие-либо высыпания. И здесь дело не в том, мы можем вас проверить, к примеру, у вас окажется, что на аллергии у вас на сладкое нет. А вы задаете себе вопрос, что за чудеса такие? Если у меня какие-то проявления, а делают анализы, наверное, анализы. Нет, совершенно не так. Просто ваш организм в связи с нарушением функциональной особенности поджелудочной железы так реагирует на прием сладкого. А сладкое – это сильнейший раздражитель для поджелудочной за счет того, что имеет высокий индекс гликемический. То есть немножечко мы с другой стороны подошли к этой проблеме. Валерия, у меня сейчас сразу просто самый главный вопрос. Что делать-то, чтобы не растить аллергиков, чтобы как-то у нас уровень заболеваемости наконец-то начал уменьшаться? Есть вообще какие-то реальные способы? Ну, самый реальный способ, мы его все давно знаем, это вести здоровый образ жизни, как родителям, так и детям. Это прогулки на свежем воздухе, это умеренные физические нагрузки, это питание спонсированное и полноценное. Это неограниченное питание. К примеру, приходит ко мне мама, очень интересный пример, говорит, вы знаете, мы ничем не кормим, мы даже низко, допустим, лактозное молоко ребенку даем, и плюс еще обезжиренное. Я сижу, говорю, а зачем? Говорю, обезжиренное это вы даете. Но это же полезно, жиры там вредны для организма. Я говорю, абсолютно в корне неправильно, только вред от этого. Ребенок нуждается в жирорастворимых витаминах. Ему нужно полноценно питаться. Не надо убирать лактозу, если у вас проблем нет. То есть здесь каждый раз родители, взрослые пытаются как-то, ну, немножко не в том направлении двигаться, искать какие-то проблемы в том месте, где их нету практически. И тем самым создавать новую. Совершенно верно, да. Понимаю. Ох, проблемы аллергии, в общем, вот имейте в виду, разбираться лучше со специалистом однозначно, да, подключать специалистов и вместе с ними решать. Но есть еще одна актуальная проблема. Я знаю, что очень часто приходят родители к аллергологам с запросом. Мой ребенок, к аллергологу-иммунологу, мой ребенок очень часто болеет. Сделайте, пожалуйста, что-нибудь. Я полагаю, у вас таких пациентов хватает. Пациентов хватает, да. И здесь мы, опять же, должны очень четко определиться. В чем причина, допустим, того, что ребенок часто болеет? Если это период адаптации для садика, мы должны четко знать, что период адаптации длится до 6 месяцев. Если еще этот период не прошел, то, в принципе, причин для беспокойства нет. Нужно переждать этот период, и вполне возможно, что все это само как бы придет в норму. Если уже прошел срок определенный, уже 7-8 месяца, ребенок как болел ежемесячно, так болеет. Причем болеет эпизодами заболеваний, которые повторяются. Например, ларингиты, или постоянно бронхиты, или постоянно ангины какие-то. Это повод обратиться к доктору-коммунологу, потому что, скорее всего, у ребенка имеется какое-то носительство какого-то инфекционного заболевания. Нужно искать истоки и причины. И все это поддается коррекции, все абсолютно лечится. Но, возможно, в каждом случае нужно будет подбирать какое-то конкретное лечение. Вот таким. Как все-таки укрепить иммунитет? Сделать так, чтобы ты болел, но реже. Взрослым, ну и детям. Ну, здесь я всегда задаю вопрос. Какой целью вы хотите укреплять иммунитет? То есть, действительно ли есть причина и необходимость? Может быть, вам элементарно не хватает, например, прогулок на свежем воздухе? Вы человек, который работает всегда в стрессе, в компьютере, в обилии, допустим, каких-то средств технических возможностей. То есть, вы постоянно работаете в том, в каком-то электромагнитном излучении. То есть, здесь, естественно, у вас будут воздействия уже профессионального характера. И здесь, конечно, один из самых важных для вас советов, это постоянно снимать интоксикацию какую-то. Это желательно отпуск на море, потому что именно морской воздух у нас целебными свойствами обладает. Это обязательно прогулки на свежем воздухе, хотя бы стараться раз в день небольшое количество пребывания на воздухе себе обеспечить на чистом. То есть, не по улице, а где-то, может быть, набережная, леса и так далее. Это полноценное питание. Не ограничивайте себя. Все равно организм свое возьмет. В чем-то ограничите, в чем-то другим потом все это компенсируется. То есть, здоровый, нормальный, абсолютно сбалансированный рацион с преобладанием фруктов, овощей. Ну и, соответственно, белок должен обязательно присутствовать в пище. Это вот такие, скажем, основные советы. И еще один момент, который очень важен. Никогда не пытайтесь, скажем так, предупредить то состояние. То есть, вы же не пьете, к примеру, вот таблетку от головной боли с той целью, чтобы, ну, скажем, оказать профилактику от того, чтобы голова не болела. Кое же нет. Да. Здесь то же самое происходит у нас с иммунитетом. То есть, не надо заранее на что-то организм подталкивать. Он обычно в большинстве случаев работает как часы. Просто небольшой сбой из-за того, что либо вы в стрессе, либо у вас какой-то, допустим, нарушен распорядок дня, вы поздно ложитесь, либо что-то еще. Поищите в себе причины и в своем окружении. Тогда не нужно будет ходить. Прича в аренду. Вот столько рассказать за короткое время, правда, может только совершенный профессионал. Хорошие рекомендации. Не лечи, когда не болит. Да, совершенно верно. Спасибо вам огромное за интересную и полезную беседу этим утром. Ну, а вам, дорогие друзья, предлагаем прямо сейчас ознакомиться с самыми актуальными и значимыми событиями в Амурской области. Именно поэтому наш эфир продолжит новости. Хорошо жить в Амурской области. Космос всегда ближе, чем кажется. Ну да, где-то рядом здесь. Тем более, что совсем скоро, 26 апреля, состоится очередной запуск с космодрома «Восточный». Мы всем каналом будем за этим наблюдать. Мало того, кто-то будет даже работать в этот день в прямом эфире для того, чтобы показать вам в эфире нашего утра, «Как полетит очередная ракета». Кстати, запуск будет в 7 часов 14 минут. Космическая точность. Поэтому не проспите. Вместе с нами наблюдайте за этим 26 апреля. А сейчас вместе с нами понаблюдайте о том, что нам сулят звезды, раз уж тема космическая. Гороскоп продолжит наш эфир. Овны. Не выделяйтесь сильно, иначе кто-нибудь точно сглазит. Постарайтесь вести себя скромнее, без лишних «я» и «гордыни». Все дела пойдут на лад, если вооружитесь старыми знаниями. Тельцы. Если отложите в одну сторону коммерческие вопросы, в другую карьеру, то все пройдет успешно. Своей точке зрения придется придерживаться в кругу семьи. К вам обязательно прислушаются. Близнецы. Ситуация в рабочей сфере станет ровнее. Не будет лишних претензий, конфликтов. Не отталкивайте от себя тех, кто вам дорог, даже если эти люди будут препятствовать вашим активным действиям. Раки. Звезды рекомендуют вам быть строже к самому себе. В последнее время вы слишком расхлябанно относитесь к работе и личной жизни. Нужно все привести в порядок. Львы. Не идите на поводу у желаний любимого человека. Пусть он вам близок и дорог, но сумма сбродства и легкомыслия никогда не оправдываются. Материальная сфера на грани банкротства. Грамотно подойдите к расчетам. Девы. Сегодня вы нацелены на дела, касающиеся карьеры и быта. Результат будет потрясающий. Терпимее отнеситесь к человеку, с которым давно и плодотворно сотрудничать. Весы. Солнечный и легкий денек. Все условия для исполнения желаний. У семейных людей поправится финансовое положение. Ожидается крупная прибыль. Скорпионы. Не стоит оценивать поступки людей со своей колокольни. Вам не скрыться от злобных речей и жесткой критики. Проблематично сложатся вопросы наследства и переезда. Придется менять ситуацию. Стрельцы. В этот день следует подальше держаться от любовных авантюр. Не желательно строить планы на будущее. Работайте в режиме онлайн. Творческие замыслы окажутся чрезмерно завышенными. Козероги. Не завидуйте успешным друзьям и коллегам. Создавайте сами условия для качественной реализации. Цели должны соответствовать знаниям и опыту. Вечер посвятите отдыху с близкими людьми. Водолеи. Звезды предсказывают новый путь к достижению целей. Не наступайте на прежние грабли. Меркантильный интерес по вашу душу одного из друзей раскроется слишком быстро. Будьте осторожнее. Рыбы. Многие ваши действия и решения окружающие люди будут истолковывать неверно. Но настаивать на своем мнении не нужно. Кто-то из близких друзей протянет руку помощью. Пусть не миллион, но сумма приличная. Мы вам уже рассказывали, что сегодня день полиграфии. Казалось бы, газет сейчас в наше время мало. Что же тогда печатают полиграфисты? Ответ на этот вопрос узнает наш гость. Она уже у нас в студии. Директор полиграфической компании Наталья Пиджукова. Доброе утро. Доброе утро. Как полиграфиста в день начинается. Наверное, с приятного запаха типографской краски и бумаги. Мне всегда почему-то этот запах очень нравился. Ну, как обычно, да. С краски и с бумаги. Ничего не меняется. И с запаха кофе. Потому что вначале нужно все подумать. Поразмыслить. А потом... Конечно, да. А потом... Пообщаться с клиентами. Те, которые пришли что-то там со своими предложениями. Поэтому вот так. Сколько лет вы уже этим занимаетесь? Мы занимаемся уже лет 15, наверное. Такой личный вопрос больше. А как вот вы пришли в эту профессию? Как вы поняли, что хотите именно этим заниматься? Ну, понимаете, я не столько полиграфист, как журналист. Но эти две профессии, они очень связаны. И поэтому я пришла в журналистику в первую очередь. А уже потом, в ходе работы и так далее, стала уже и журналистом, и полиграфистом. Мне кажется, что самое главное – это внимание к человеку, к событиям, которые происходят, к жизни, которые происходят вокруг. И потом уже об этом рассказать, записать, увековечить. Вот самое главное. Интерес к этому у меня был с детства. Вот как раз про увековечивание. Что сейчас печатаете? Ну, по большей части, скажем так. Ну, кроме того, что, как обычно, буклеты, визитки – это такая обычная профильная работа, да, каждодневная. Хочется рассказать что-то такое более интересное, да. То есть, ну, это более интересное – это книжки, я так думаю. Вот. Ну, вот я бы хотела вообще рассказать про этот наш проект «Амурская область. Только факты». Так, что это такое? Это очень интересный, дорогой нам проект. Единственное, что мы, конечно, сейчас его не выпускаем, а датированный последний у нас выпуск в 2012 годах, что… Да, ну, конечно. Много печально, да. Ну, это такой проект, сами посмотрите, он, во-первых, очень интересно полиграфически сделан. Это срез области, срез жизни области за один год. Сделан он, так сказать, по итогам событий за год во всех сферах. Поэтому он и полиграфически красивый, да, и такой контент тут очень интересный. Ну, единственное, что жалко, что мы сейчас его не выпускаем, но это экономические причины. То есть, это не дешевое вообще выпускать, не дешевое дело – выпускать вот такую книгу. Конечно, да. А сколько обычно времени уходит на то, чтобы создать вот такое? Вот такую книгу – это год. Год. Год не меньше, да. Это вот собирать постоянно приходится, все факты, покрупиться фотографии. Факты, информация вся, конечно. Столько фотографий, столько текста. Очень кропотливая работа. Вообще, сейчас коммерческая составляющая, конечно же, она всегда впереди идет, да? Да, конечно. Потому что, если раньше было очень много государственных денег, которые выделялись на печать книг, сейчас этого уже у нас практически нет. Да, да, да. Поэтому какие проекты удается делать, несмотря на все преграды и трудности? Ну, вот проекты удается делать, знаете, какие? Вот, конечно, те, которые выходят по грантам. Да. То есть, гранты. Гранты спасают всех. Спасают, да, гранты выдают. И поэтому, так сказать, библиотеки часто по грантам работают. Вот в прошлом году был юбилей Победы. И поэтому вот к этому мероприятию... Давайте зрителям покажем. К этому событию вот такие книжки мы выпускали, которые мы делали именно по грантам, такие книжки. И в основном, конечно, это, ну, к юбилею Победы делают их библиотеки. И, слава Богу, что есть там такие люди, которые неравнодушные, которые очень любят свое дело. И вот они такими грантами занимаются, такими интересными проектами занимаются. Ну, вот такие книжки о войне, об орденах. Было у нас в прошлом году их много. То есть такая хриническая, историческая литература, да? Вот то, что показываете, обратило внимание. А вот это вот что? Это уже, кстати, детское. А вот это детское, это вообще наш любимый тоже проект. Он как бы такой небольшой вначале был, потом он вырос уже в большой проект. Это проект библиотеки имени Машука, наша любимая. Вы, наверное, тоже знаете про нее, да? Да, конечно. Татьяна Степановна Толстых с Ниной Дековой. И они, как они рассказывали, это живая карта путешествия для детей по городу Благоещенскому. Рассказывают ненавязчиво, интересно. Как они рассказывали, они говорят, что мы с этим проектом ходили везде, но что-то нас, говорят, никто не понял. Говорят, вы какие-то маленькие, у вас как-то все это... Потом они пришли к нам, и вот мы начали с ними делать. И это был вначале небольшой тираж, а потом они уже выросли, и заинтересовалось и правительство, и потом они эту книжку в конечном итоге То есть красивая, иллюстрированная книжка для детей, да? Которая позволяет узнать город Благоещенск немного лучше. Да, карта Благоещенск, отрисованная там, да. В общем, интересный очень проект, интересно было работать с ним. Ну, это правда, вообще, мне кажется, очень... Смотри, обрати внимание, кстати, тут даже все улицы. Тут даже карта есть. Да, это действительно карта настоящая. Вот такие проекты, конечно, понятно, их должны выносить авторы, да? Это не так просто, чтобы до вас дошло. Но ваша работа заключается в том, чтобы и бумагу подобрать, и чтобы печать была качественная. Вообще, вот какие нюансы есть? Приходилось ли что-то переделывать? Ой, конечно, конечно. Часто такое бывает? Переделывать это постоянно. Переделывать это... Первые такие авторы у нас беспокоены. Они 10 раз все это поменяют. Это же как ребенок, правильно? Я их понимаю, конечно. То есть, давайте тут переверстаем, тут переделаем, перепишем. Я дописал то, переписал. То есть, это однозначно в основном в каждом проекте. Ну, а кроме того, да, конечно, особенно сейчас, вот пандемия, кризис и так далее. То есть, ну, приходится где-то нам с бумагой тоже так, ну, в общем-то, не так просто. То есть, у вас кризисный этот год наш пандемичный пришлось вот с поставками как-то? Конечно, да, 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 туговато. И мы раньше с китайскими партнерами работали, да? То есть, у них брали? Брали кое-что у них. Это очень удобно, красиво, недорого. А теперь, конечно, вот все подорожало, потому что Китай закрыт. В этом сложности. Если я автор, так можно выразиться, написал что-то, что мне кажется, будет очень популярным, будут читать все. Я прихожу в полиграфию и говорю, я ничего не знаю, хочу, чтобы вот из этого, стою со стопкой и листков А4, из писанных или напечатанных, хочу, чтобы мне сделали книгу. С чего вообще начинать, что делать и как долго я потрачу, сколько много времени я на это потрачу. Да, такие авторы у нас тоже есть, их немало, стихи пишут многие люди, да. Приходит нам кто-то, ну, кто-то хорошо, если с набранными стихами, а так можно прийти даже с ним, просто от руки текстом, рукописный текст, да. Ну что, ну, приходите, говорите о своих мечтах, планах, мы с вами все обсуждаем, набираем, или мы сами, или вы где-то набираете текст, ну, а потом дальше работаем. Я считаю, что, значит, ну, вот у нас вот такая книжка есть, ну, много таких книжек, просто человек написал стихи, пришел, значит, всю жизнь он там их вынашивал. Ну, почему бы не сделать такую книжку для себя, для родственников, подарить там детям? Я считаю, что не надо, так сказать, ничего тут нет такого, не надо стесняться. Вот видите, прекрасная книжка, и хорошая получилась проект. И таких проектов много, индивидуальных. Я думаю, действительно, проекты бывают разные. Вот меня привлекла в мое внимание вот такая вот родословная книга. Это тоже сейчас, мне кажется, тема очень популярная, да. То есть, когда просто люди, узнавая историю своего рода, приходят к вам за тем, чтобы напечатать книгу о своем роде. Такое бывает часто? Бывает, знаете, как нечасто. Спрашивают люди, звонят, спрашивают, но почему-то воплотительно, наверное, потому что не так его просто. Вот эта книжка, это моя родословная, вот, потому что у меня такая активная тетушка, которая написала, взялась все-таки, села, написала текст. Нашла фотографии. Фотографии, ну, помогли там ей дети. Самый главный текст, кто от кого пошел, какие родственники. В общем, это же интересно все для детей. Конечно. Информация, вот. И общими усилиями мы такую книжку сделали, даже там сделали родословное. Это дерево вот тут в конце. Даже дерево тут есть. Да, оно, конечно, ну так, может быть, упрощенное, да. Но тем не менее. Логическое дерево, пожалуйста. Тем не менее, для семьи, мне кажется, для детей-потомков, это отличный вариант. Это действительно. Ну, в общем, есть перспективы, есть куда двигаться, куда расти. Хоть мы говорим, что сейчас все в основном на электронных носителях, да. Вот ты вспомнишь, когда ты последний раз бумажную книжку в руках жал? Я, на самом деле, люблю очень бумажные книжки читаю. Очень хорошо. Я тоже люблю. Не люблю электронные, ужасные. Я тоже люблю, потому что для меня вот это вот все-таки страницы. Тактильные ощущения, конечно, совсем другое вообще. Да, они, конечно, очень приятные. И мне хочется очень вот именно в таком варианте иметь книгу, да. Поэтому никуда не денется этот труд. Да, я тоже думаю, что цифровые, электронные носители, сами знаем, фотографии раз, потерялись, да, на флешке там и на компьютере. А альбомы, они хранятся долго, их, может быть, качество чуть-чуть там, ну, ухудшается. Но, тем не менее, это такая хорошая память. Да, даже когда ухудшается, с течением времени, это своего рода вообще по-другому смотрится. Ты открываешь альбом, который пошарпанный, местами там фотографии, где-то чуть-чуть уголок обожженный. Ой, ну все, нам можно бесконечно, что с Рассландом на эту тему говорить. Ну, я тоже так думаю, что мы многих говорим, что все равно полиграфия, может быть, там умирает. Некоторые такие говорят, да, что электронные там СМИ там приходят на смену. Я думаю, что все равно это же, да, магия книги никуда не исчезает. Она будет, наверное, всегда останется. Да, мы любим с книжкой все равно полежать, почитать. Приятнее так с такой книжкой. Гораздо. Да, посмотреть альбом потом. Поэтому я думаю, что перспективы у отрасли есть. Спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня, порадовали нас. Нам с Русланом удалось побежать в книжке. Вот так. Спасибо, что вы напомнили про этот праздник, потому что я думаю, что полиграфисты даже не все помнят, что он есть. Это правда, с праздником полиграфистов. Да. Ну, а вам, дорогие телезрители, мы предлагаем посмотреть, чем же занимались саморучания в социальных сетях. Наш корреспондент Руслан Козловский уже узнал все и все посмотрел. И вам предлагаем с этим тоже ознакомиться. Рубрика «Область в сети». Здравствуйте! В эфире «Область в сети». Как и чем живет Преамуре в инстаграме, расскажу я, Руслан Козловский. И сегодня в программе все самое интересное за неделю, что вы публиковали, лайкали и комментировали. Начнем, пожалуй, с самой приятной и доброй новости недели. 7 апреля в праздник Благовещения из перинатального центра выписали маму с новорожденными тройняшками. Этот материал стал одним из самых популярных в инстаграме Амурского областного телевидения. Почти 15 тысяч просмотров и более 20 комментариев. На свет малыши «Два мальчика и девочка» появились 31 марта. Теперь в многодетной семье пятеро детей. Счастливых родителей поздравили родственники и наша съемочная группа. Рождение тройняшек стало для них полной неожиданностью. Тем более, что в роду, отмечают амурчане, такого прибавления не припомнят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин